Добрый день всем, шашками нашего увлекаться с детских лет я родился в Полоцке, меня учил старший брат Игорь Шашки и с самого начала увлеченность моя настолько была велика, что за счет большой работы над собой мне удавалось достичь определенного успеха в детские годы. Первый мой успех был в 13 лет, когда в чемпионате города в Полоцке среди взрослых, хотя меня не хотели включать, но вероятно туда меня включили играть в соревнования, я стал чемпионом города. Для всех это было настолько неожиданно, ну а дальше у меня все пошло-поехало, все хорошо шло, стал чемпионом области в этом году. Меня под мою опеку взял один из шашистов, который был страшно любителем играть по переписке. И я с ним очень много занимался, работал, это мне дало возможность совершенствовать свое мастерство. И вот за определенные успехи, которые я достигал в эти годы, меня в 56-м году включили играть в третий чемпионат СССР по переписке, в котором мне удалось успешно выступить. Это был период 56-58-го года. Что мне запомнилось в торжественном отношении в игре в таком чемпионате? Мне запомнилась одна из интереснейших партий, которая была мной сыграна. Я бы хотел ее продемонстрировать, продемонстрировать на доске. Я начинаю с первых ходов. Мой противник игрок из города Орла. Фамилия его была Соколова. Партия развивалась следующим образом. Я белыми играл. Белыми сыграли С3-Д4. Мой противник играл Д6-С5. Белые сыграли БС3. Черные сыграли ЕД6. Белые играют Ж3-Ф4. Это начало, но с названием старой партии. Черные сыграли ФГ3, ФГ5, белые ФГ3, Ж4. Обычно здесь по теории играет Ж1-Ф2, ФЕ7, АБ2. И дальше партия протекает по теоретическому руслу. Однако тогда еще глубоко теории не было изучено. Пришлось сыграть нестандартно, но очень остро. И дальше развернулась очень интересная борьба. Белые сыграли А1-Б2. Черные побили, белые побили. Черные сыграли 8-Б7. Белые сыграли Ж3-Ф4. Черные поменяли с Б6-Ф5. Побили, побили. Ж1-Ф2. В8-А7. Очень острый, интересный ход. Для чего он сделан такой ход? Черные рассчитывали в дух, а если белые, казалось бы, пойдут с этой Д4, захват сразу инициативу. Но здесь этот ход не сулил ничего хорошего белым. Потому что находят такой удар, со всех сторон удар. Как бы ни играли, со всех сторон удар, которые будут в пользу черных. Поэтому белые сыграли Р2-Ж3. И черные неожиданно сыграли... Этот ход настолько был неожиданно. А7-Б6. Это острейшая позиция. Как играть белым? А5. Если белые опять пойдут по центру, опять находится такой удар. Т6-Е5. И в позиции будет в пользу черных. Белые вынуждены поменяться. Сделать двойной размен. И, как ни странно, инициативу... Инициативу, если бы правильно сыграли бы черные, здесь инициатива перестала полностью в их сторону. Но черные не нашли здесь очень сильные маневры. И сыграли С5-Д4. Самый сильный ход здесь был С7-Д6. После этого у белых очень трудная позиция. Надо делать единственную ничью очень точными ходами. Однако черные прошли мимо этого и пожертвовали шашку. И напали С7-Д6. В чем заключается эта жертва? Сюда играть нельзя. Побили-побили. И черные идут дамки. Значит, что остается? Не остается? Белые пожертвовали назад. Белые играют шашку и сыграли Д2-Д3. Черные играют Б6-Д5. Белые меняются в первый раз. Побили-побили. Черные играют Д8-Д7. Казалось бы, ничего нет. Казалось бы, у белых ничего. Страшного нет. Прорыв на фланге. Белые играют сюда. Черные издалека идут на эту позицию. Считают, что у них все хорошо. Они играют ходом Е7-6. Получается интересная позиция. Как играть белым? Нападать нельзя. Мы отошли. Побили-побили. И дальше попадают дамки и проигрывают белые. Отходить сюда тоже плохо. Отходить. Черные отходят сюда. Ф6-Д5. И теперь нельзя опять дамки видеть. Потому что удар и в дамки. Нельзя играть Б3-жертва. Жертва выигрывает. И здесь черные. А если играет сюда. Ц2-два. Тоже удар проходит сюда. И Ф4-Д6-Д5. Поэтому, когда черные пошли на эту позицию. Они считали, что они выигрывают. Выигрывают. Белого сыграет сюда. Белые оценивали позицию совершенно по-другому. ВЦ3. И вот финальные позиции. В которых черные играют Ф5. Считая позиция у них выигранная. И в АКК. Отходить от G5 нельзя. 1-2 на 2 размен. И в дамки попадают. Сюда играть С2-два тоже нельзя. Потому что удар проходит. 1-2-3. И все шашки забираются. Но, однако, они посмотрели комбинационный удар. Которого заранее не видели. А6-Д5. Побили. С3-Д4. Побили. А3-Б4. Побили. С1-Б2. Побили. З5-С6. Бой. И черные. Белые берут в кругу. И позиция у белых выиграна. Черного соревнования куда играть? А6-7. Напали. Сюда. Напали. Сюда. Напали. Сюда. Напали. И дамка перекрывает две шашки. И позиция выиграна.